Привет! С вами видеоподкаст Moscow Never Sleep, и мы отправимся кататься по Москве в поисках интересных мест. И сегодняшняя точка нашей прогулки – Рязанский проспект. Проспект в юго-восточном административном округе города Москвы, протяженностью чуть больше 7 км, одна из основных радиальных магистралей Москвы. Сейчас мы около музейного комплекса радиоэлектроники. В образовательном подразделении колледжа связи директор Павлюк выделил целый этаж, где музейный комплекс базируется по актуальным временам. В музее радиолюбительства собраны уникальные исторические экспонаты, коллективные радиостанции, самодельные транссиверы, конструкции радиолюбителей. В экспозиции представлены наградные вымпелы, кубки, знаки отличия и медали радиолюбителей, планки карточек, подтверждающие факт проведения сеанса радиосвязи. А сейчас перед нами храм Троицы Живоначальный в Карачарово. Желающие посетить храм Троицы в Москве могут сделать это в разных районах столицы, однако каждый имеет отдельную историю. Наш храм находится как раз на Рязанском проспекте. Начиная с 15 века имением владели дворяне Карачаровы, но две церкви выстроили не они, а следующий хозяин Василий Стришнев. В 20-х годах 20 века из церкви изъяли все ценности, а в 30-х стал вопрос о закрытии. Только в 1993 году церковь получила здание назад и началась кропотливая работа по возвращению культового сооружения и исторического вида. На Рязанском проспекте расположен музыкальный театр под руководством Геннадия Чихачева. В репертуаре театра около полусотни музыкальных и драматических спектакль для зрителей всех поколений. Театр включает около 20 постановок. В театре ставят спектакли как для детей, три медведя, золушка, красная шапочка, так и для взрослых. Человек-амфибия, Анна Каренина, три мушкетера. А следующая точка нашей прогулки – Рублевка. Рублевка – это неофициальное название территории к западу от Москвы вдоль Рублевско-Успенского, Подушкинского, 1-го и 2-го Успенских шоссе, включающие часть территории Одинцовского района Московской области. Если немного покататься на автобусе, то можно наткнуться на ромашковый лес. Это лесной массив, расположенный к западу от Москвы. Он является частью государственного природного заказника «Серебреноборское лесничество» и включает в себя различные ландшафты, такие как холмы, равнины и овраги. Храм преподобного Аликсия Человека Божия – одна из действующих культурных площадок, на основе которой проводится большое количество разнообразных мероприятий, служащих для интересного проведения досуга. Для туристов храм Приход представляет интерес как памятник строительного искусства и национальной культуры. Это даже центр духовной жизни города, место встречи верующих и проведения богослужений. На этом у нас все, а если вы хотите узнать больше об интересных местах, то не забывайте переходить к нам на канал и смотреть предыдущие выпуски «Монополия». До скорых встреч!